Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 1 февраля Макарьев день, день назван через преподобного отца Макария Александрийского. Духовные подвиги его были удивительны. Когда преподобный узнал, что кто-нибудь совершает какой-либо подвиг, старался подражать таковому. Например, узнал, что иноки в Тавенгском монастыре в течение всей Великой Четыре Десятницы ничего не вкушают из приготовленного на огне, он положил себе за правило в течение семи лет не вкушать ничего из того, что было приготовлено на огне. Февраль месяц, наступает февраль, последний зимний месяц. Наши предки славяне именовали этот месяц года лютым из-за сильных морозов с ветрами, приходившимися на это время года. Называли его и вьюговей, снежинь, поэтому и говорили, в юге до метели под февраль налетели. А современное название пришло к нам из Рима, где февраль был последним месяцем года. Для крестьян февраль считался самым тяжелым месяцем. В это время подходили к концу зимние запасы для домашней скотины, а до весны было далеко. На Макария было принято не работать. Люди ходили друг к другу в гости и за новостями пили чай из самовара. А к самовару в старину было особое отношение. Считалось, что он обладал магическими свойствами. Поэтому сегодня на Макария было принято разжигать самовар валенками. Они использовались в качестве мехов для подачи воздуха в топку. Эти валенки, набравшись энергии и теплоты, впоследствии носили. Считалось, что они защищают от холода, а потом и с их помощью лечились замерзшие суставы ног. Приметы. Если на Макарии метет метель, такой будет погода в течение всего февраля. Говорили, метель на Макария весну долго ждать. Метель сегодня, значит и масленица будет такой. Если сегодня безоблачная погода, весна будет ранней и теплой. Морозный день к знойному лету. Теплая погода на Макария первая половина лета будет дождливой. Сегодня с заговорами можно лечить различные болезни. В ночь на Макария снятся вещи и сны. Сбываются они очень быстро, даже на следующий день. 30 декабря 2019 года. Ну что, тихое утро. Ветра нету. Ходим, продолжаем наматывать мили на кардан. Как я там говорил, уже подзабыл. Уверенность, спокойствие, сила, красота, богатство. Уверенность, спокойствие, сила, красота, богатство. Уверенность, спокойствие, сила, красота, богатство. Можно несколько по-другому. Уверенность, спокойствие, сила, здоровье, богатство. Слово богатство подразумевает, что вы имеете все и здоровье, и красоту, и средство для нормальной жизни. Уверенность, спокойствие, сила, красота, богатство. Почему красота вместо здоровья? Потому что красивый человек, он уже подразумевается, что он здоровый. Больной человек не может быть красивым. Поэтому красота заменяет здоровье. Восьмые лунные сутки. Сегодня мощные, аналитические лунные сутки, которые усиливают биохимические реакции в организме. Поэтому их так и назвали. Огонь. Чтобы эффект от огненной работы был больше, рекомендуется меньше есть, а лучше поголодать. В противном случае, эта энергия потратится на расщепление пищи, а не на обновление и укрепление организма. Энергетика сегодняшнего дня позволяет составлять уникальные травяные сборы. Под действием огненной энергии происходит лучшее соединение лекарственных веществ, целебные комбинации. Что касается нравственных рекомендаций, то сегодня хорошо покаяться в содеянных грехах и простить своих обидчиков. Можно очищать помещение пламенем свечи. Девятые лунные сутки. Как правило, после энергетически благоприятных суток следуют сутки с неблагоприятной энергетикой. Это хорошо иллюстрирует прямой. Волна вперед, а потом откат назад. Все это естественно и понятно. Что касается сегодняшней энергетики, то она вызывает в сознании обольщение и заблуждение. Могут сниться кошмарные сны. Чтобы успешно противостоять этому, почитайте Жития Святых или какие-то другие возвышающие книги. Там очень много информации по преодолению обольщений и заблуждений. Не рекомендуется сегодня рассматривать себя в зеркало, а тем более его разбивать. Питание постарайтесь обойтись без излишеств. Это касается животной пищи и спиртного. Полезно позаниматься силовыми упражнениями, чтобы вытеснить дурные мысли.